Массовый сбой в работе авиакомпаний по всему миру. Три крупнейшие авиакомпании США, Delta, United, American Airlines, приостановили полеты из-за проблем со связью. Аэропорт Берлин-Бранденбург сообщил о приостановке выполнения рейсов из-за технического сбоя. Сбой наблюдается в работе IT-систем в Австралии. Затронул банки, аэропорты, супермаркеты. По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с операционной системой Windows, сообщили в компании-поставщике решений по информационной безопасности. Технические сбои в IT-системах связывают с проблемами Windows. Британский телеканал Sky News сообщил, что из-за этого не может вести свою трансляцию. Компания Microsoft заявила, что предпринимает действия по устранению неполадок. Последствия глобального сбоя Windows, табло аэропортов европейских стран, неработающие банковские терминалы, полеты приостановили, но я уже перечислил, а еще Virgin Delta. У Turkish Airlines проблемы с системой бронирования. Ryanair регистрация на рейсы не работает. Британские железнодорожные перевозчики предупреждают о задержках из-за глобального сбоя. Прервано вещание британского Sky News и индийского NDTV. Вот такой ужас сегодня со всего мира. ЕС, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия. А нам все равно, а нам все равно. Не боимся мы волка и сову. У нас авиакомпаний нет, аэропортов нет, табло нет, чек-ин делать нам никуда не надо, телеканалов у нас тоже нет, у нас только единый марафон. О, как мы устроились хорошо. А все спасибо нашим северным соседям, которые уже давно уничтожили все наши аэропорты, и самолеты у нас давно не летают, поэтому нам есть в мире самолеты, нет в мире самолетов. У нас сплошное в Украине в этом смысле счастье, и мы в стороне от этого всемирного праздника жизни. Весь мир сегодня обсуждает этот глобальный сбой, как они не могут куда-то лететь, а мы сидим и курим бамбук в хорошем смысле. Ну или тапаем хомяка. Все, что нам остается, это, конечно, тапнуть хомяка в этой нелегкой ситуации. Чего я вдруг вспомнил про этого хомяка, прочитал сегодня потрясающую новость из России. Ну реально, вот я понял, что россияне после того, как покончили с нашими аэропортами, теперь взялись за хомяков. Оказывается, есть такая игра, честно, я раньше края мушей только слышал, ну, края муха, хотя при Трампе не буду, ладно. В общем, раньше только края муха слышал эту новость, а сейчас изучил сегодня. Есть такая игра, называется Hamstead Combat, то есть такой, про хомяка вообще, которого нужно тапать. Тапать, чтобы вы понимали, это вот так вот, тап, 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 тап. Ты на него нажимаешь, из него монетка вываливается. Нажимаешь, вываливается, нажимаешь, вываливается. Нет, хомяк не настоящий, монетка тоже не настоящая, так что никто не страдает. И вот в Российской Федерации Государственная Дума стала обсуждать проблему этого самого хомяка. Говорит, надо запретить хомяка. Это, говорит, не наш, не русский хомяк абсолютно. Государственная Дума предложила запретить россиянам тапать хомяков. И тогда получится, если они действительно запретят, сейчас я расскажу, то у нас будет преимущество. Мы-то сможем всей страной сидеть тапать хомяков. У нас все равно аэропортов нет. Чего еще у нас нет? Телеканалов у нас нет. Много чего нет. Поэтому тапать хомяка – самое то занятие, как говорится, для интеллектуальных людей. Итак, что заявил депутат Государственной Думы? Хамстед Комбат, то есть вот это тапание хомяка, это мошенническая игра. Мошенническая. Ее необходимо запретить. Запретить. Значит, сверхпопулярная телеграмма-игра Хамстед Комбат, суть которой заключается в кликании на хомяка для выбивания виртуальных монеток, вот ее необходимо запретить в России. По мнению депутата, такие вещи надо пресекать. Манипулирование, использование психологии граждан, особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было выиграть с максимум усилий и разбогатеть. Вот этот депутат Государственной Думы Российской, он сказал, что механика игры, обратил внимание не только на основную механику игры, но и на наличие дополнительных заданий. Оказывается, хомяк дает дополнительные задания. То есть ты не только кликаешь, из него вываливаются монетки, но и доп. задания. Одно из них каждый день хомяк требует от вас, потому что когда вы тахнули, у вас одна монетка вываливается. Но если вы посмотрели его YouTube-ролик за этот день, у него на YouTube есть свой канал, у этого хомяка, то он вам дает 100 тысяч монеток. Хомяк Койнов. За то, что вы посмотрели его видео. И, как пишет российская пресса, хотя ролики чаще всего безобидные и обычно представляют собой выпуски хомячих новостей, где рассказываются о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций, тем не менее динамика просмотров вызывает у россиян тревогу. Депутат назвал это чуть ли не психозом. Явление приверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и право приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Но вот знаете, мне кажется, что когда мы наконец победим Российскую Федерацию, свергнем путинский режим, нам надо поручить россиянам, всем сторонникам войны, которые сейчас, пусть тапают хомяков. Вот так они будут наиболее эффективно использоваться, россияне. Ну а что с ними еще делать? Ничего другого они уже делать не смогут, поскольку они оболванены путинским режимом полностью. Вот пускай сидят, тапают за это хомяков потом. 50 лет тапать хомяков, все. Все, сидеть, всем тапать хомяков. Но я посмотрел, слушайте, я сегодня посмотрел этот канал, так как узнал эту ужасную новость, что в России собираются этого хомяка запретить, я полез, посмотрел канал, и я в ужасе. Значит, оказалось, что, во-первых, число пользователей вот этого тапания хомяка 239 миллионов, 239 миллионов пользователей. На его канале, на канале хомяка, нарисованного хомяк не настоящий, на канале хомяка 34 миллиона подписчиков, при том, что у него всего 160 видео. 34 миллиона подписчиков. У меня, у Шетельмана 460 тысяч. То есть получается как? Если бы Шетельман говорил, тапайте меня, и меня изо рта сыпались монетки, у меня бы уже был миллион подписчиков, так получается. А нет миллиона только потому, что я не тапаюсь. Подпишитесь лучше на канал Шетельмана, чем тапать хомяка. Мой вам совет. Как тапнуть Шетельмана? Смотрите, если вы не смотрите, если вы смотрите это видео, например, на другом каком-то канале. Смотрите, внизу написано, подпишись на канал Шейтельман. И так кликайте на Шетельман. И потом подписка кликаете или сабскрайб кликаете. А то мне стыдно. Короче, у хомяка ежедневный выпуск так же, как у меня. У нас с ним честное состязание. Только у меня длится, как вы знаете, минут 40, а у него 2,5 минуты каждый день. И по 10-20 миллионов просмотров. Потому что платят, как говорится, хорошо платят хомяковыми монетками. Весь этот мир абсурда я описал вам в начале нашей программы Шетельман за неделю от 19 июля. Мир, в котором из-за сбоя в Майкрософт не летают больше самолеты, где-то там, в Европе, Гонконге. Мир, в котором в России пытаются запретить нарисованного хомяка, чтобы, не дай бог, люди пальцем не нажимали на экран телефона. Это абстрактный мир. Мир абсурда, еще раз скажу. Но есть, к сожалению, настоящий мир. Мир смерти, жизни и смерти. Мир танков, ракет, мир, где есть металл, кровь. И разница между победой и поражением – это миллионы жизней. Поэтому в остальном я буду серьезен, конечно, гораздо более серьезен сегодня. Расскажу вам, начну с рассказа о том, как англичане провели большое исследование и выяснили, в чем причины поражения нашего, ну, неудачи нашего контрнаступления 2023 года, украинского контрнаступления. Первый системный документ опубликован на эту тему. И как нам жить дальше. Вот к этому вопросу, пожалуй, и перейдем. Как только вы подпишетесь на канал Штельман, вместо хомяка, можете вместе с хомяком меня подписаться. И поставите лайк этому видео. Совпадение? Не думаю. Сказал бы на моем месте один обтапанный русский хомяк. Но я, тем не менее, считаю почти совпадением, что доклад, который называется «Preliminary lessons from Ukraine's offensive operation 2022-23», то есть предварительные уроки из украинского контрнаступления 2022-23 годов, то, что этот доклад вышел именно в тот день, когда Зеленский снова встретился с Залужным в Лондоне. Зеленский прилетает в Лондон, это было вчера. Встречается в аэропорту с Залужным, жмет руки, фотографию все видели. И в этот же момент публикуется отчет о причинах неудачи контрнаступательной операции. Надо сказать, что это не совсем отчет о причинах неудачи, потому что, ведь он как? Он о контрнаступлении 2022-23 годов. То есть это включает и операцию по освобождению Херсона, и операцию по освобождению Харьковской области. Это все была контрнаступательная операция. А неудачи начались весной и летом 2023, и они тоже описаны, их причины проанализированы. Совпадение или нет? Ох, не знаю, ох, не знаю. Вы сами подумайте. Ведь ровно в эти годы украинская армия руководила как раз-таки Залужный. Хотя его верховным главнокомандующим был Зеленский. И вдруг британцы выпускают такой доклад. И не просто какие-то британцы. Это самый, наверное, убедительный и знаменитый британский военный сингтенк. То есть мозговой центр. Он существует, он открылся, учрежден в 1831 году. Задумайтесь, в 1831 еще не было ни России, ни Украины. А у англичан уже был сингтенк, который анализировал войны. И анализирует их до сих пор. Название, правда, подкачало. Называется этот сингтенк, который существует уже 193 года, Руси. Я когда увидел на обложке вот это слово Руси, прям реально Руси. Руси каждый израильтянин знает. Это русский на иврите, например. Да, Руси. 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 Инди-руси пхай-пхай, как говорят в Индии в таких случаях. К счастью, оказалось, что Руси, вот тут уж действительно совпадение. Это Royal, the Royal United Services Institute. То есть Королевский Институт Объединенных Услуг. Руси. Но, тем не менее, на эти королевские, не королевские, объединенных, не объединенных, они утверждают, что он независимый. Но адрес у него почему-то Whitehall, Лондон. Ну, то есть как бы правительственная резиденция в каком-то смысле. В общем, да, есть у этого доклада три автора. Джек Вейтлин, Александр Данилюк и Ник Рейнольдс. Джек Вейтлин и Ник Рейнольдс, они постоянные работники вот этого института. Александр Данилюк – один из консультантов украинского руководства. Я так понимаю, честно, не хочу влезать, там много деталей про него написано, но он, в частности, какую-то комиссию про Украину-НАТО возглавляет. Или возглавлял раньше, наверное, раньше. И вот они написали этот доклад о причинах наших удач и неудач. Там 48 страниц, и вы не поверите, я их почти все прочитал. Поэтому можно увлекательно прочитать лекцию часа на три. Но у меня на это есть пять минут. Значит, какие главные, наверное, точки, которые могу вам сказать? Для себя я вынес, для себя. Во-первых, интересная мысль. Они говорят следующее. Что для того, чтобы получить какую-то технику и какую-то помощь, снаряды и так далее от западных стран, от Америки и Европы, Украина обязана была предоставить план контрнаступления. Потому что нужен был план войны, который покажет, что мы собираемся побеждать. Не показав такой план, нельзя получить ни деньги, ни оружие. Поэтому если бы мы даже просто хотели сказать, а вы знаете, мы не будем контрнаступать, нам бы сказали, ну тогда мы вам ничего не дадим, раз вы не будете. И как приводят вот эти ребята-аналитики, что, например, операция по освобождению Херсона, которая была проведена в ноябре 22-го года, она была проведена именно для того, чтобы нам дали все остальное. Потому что нужно было показать какой-то успех, чтобы доказать, что вот мы способны на контрнаступательные действия. И тогда нам дадут танки, пушки и так далее. Вот для этого в спешном порядке освобождался Херсон. Ну и вот освободили только в ноябре. И действительно, если вспомнить всю хронологию событий, то только после этого встал вопрос о выделении нам танков. А выделили их только уже там чуть ли не в январе. Я точно не вспомню. А как нам проводить контрнаступление, когда только решение о танках только принято? Ну и, собственно, это вот тот факт, что оружие поставлялось не вовремя и меньше, чем обещано, и меньше, чем нужно западное, приводится как одна из причин неудачи этого самого нашего потом уже контрнаступления на юге. Да, приводится откровенно его план. План, мы же его раньше не знали точно. План приводится такой, что нужно было охватить за одну неделю, за семь дней окружить Токмак, не брать его штурмом, а окружить и дальше пойти на Мелитополь. При этом Крынки, вот то, что у нас всю эту неделю мы говорим о выводе войск наших из Крынок, то Крынки рассматривались как действительно фланговый удар по российской армии через Крынки. И Крынки наши зашли с этой целью, но дальше не смогли расширять этот плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра по очень интересной причине. Потому что, оказывается, в мире не существует никакой военной доктрины современной, которая позволила бы форсировать реки под огнем противника. Потому что, когда последний раз форсировали большие реки, такие как Днепр, ну когда-то же это было в истории человечества, то тогда не было разведывательных беспилотников больших. И можно было тайно под покровом ночи, не было приборов ночного видения на каждом беспилотнике. И можно было тайно под покровом ночи куда-то плавать, а тут ты не можешь ничего делать тайно. Поэтому получалось как? Как только начинаешь увеличивать группировку, тебе надо снабжать. Снабжать тайно ты ее не можешь, и тебе накрывают всю твою логистику. Точно так же в этом докладе написано, что по сути-то нет ни у НАТО, ни у кого, ни одной доктрины. Я сейчас свожу в самую квинтэссенцию, то, что там написано. Что нет никакой доктрины в мире, вообще в мире, наступления на укрепленные позиции. Просто ее нет. Нет доктрины прорыва фронта. Не существует для современных видов вооружений. Потому что, говорит, последний раз, когда вообще кто-нибудь что-нибудь прорывал, прорывали фронт в 91-м, буря в пустыне, было дело, но так прошло 33 года, когда прорывали фронт в 91-м. И единственный случай прорыва фронта после 1991 года, это прорыв фронта азербайджанскими войсками армянского фронта в Нагорном Карабахе, который произошел в 2020-м, если не ошибаюсь, в году. Или в 2021-м, не вспомню. Но там действительно современная азербайджанская армия с беспилотниками, с разведывательными этими самыми, с байрактарами и так далее, и так далее, противостояла армии 80-х годов армянской, которая с 80-х годов просто не модернизировалась. То есть побеждали старую примитивную, с технологической точки зрения, армию пусть не мотивирована. И поэтому удалось прорвать фронт. Но примеров больше нет. И один из главных уроков этого доклада в том, что не было шанса, не было такой возможности, потому что никто не придумал, как такое делать. Просто никто в мире не знает. И тут я возвращаюсь, я говорю, не случайная связь с Залужной, Зеленский и так далее. А ведь Залужный в икономести писал в ноябре 2023 года ровно об этом. Его статья была ровно о том, что, извините, нас учили старым доктринам, нас обучали, как нам прорывать фронт, но оказалось, что это не работает сейчас, когда мы видим их насквозь, и они видят нас насквозь благодаря беспилотным системам слежения. Ну, дальше приводится много других деталей, очень интересных, по поводу техники, которую предоставил нам Запад. Например, я вам сейчас расскажу. Там есть много таких более общих выводов, более банальных, но я выбрал специально мелкие интересные моментики. Как выяснилось, вот снаряды X-калибур, это высокоточные снаряды, поэтому нам их давали, говорили, вам много снарядов не надо, мы вам дадим сверхточные снаряды, каждый снаряд, но если обычный снаряд западного производства стоит 3000 евро, на тот момент стоил, то такой один стоит 100 тысяч, а некоторые говорят, что и 200, но как минимум 100 тысяч долларов, ну или евро, неважно сейчас, один снаряд, но зато он абсолютно точно попадает, а те неизвестно куда попадают, как-то попадают. Так вот, в начале операции, в начале нашей операции, значит, эти снаряды X-калибур попадали с вероятностью 70%, 70%, когда мы их начали использовать. Но, очень быстро, их точность попадания стала 6%, в начале 70%, когда пришли первые снаряды, а потом стало 6%, почему? Россияне при помощи средств РЭП научились отклонять эти снаряды. И, когда вместо 70% попадания стало 6% попадания, то смешная ситуация, эти снаряды стали менее эффективны, чем обычные, неуправляемые, чем те, которые за трешку. Эти, которые за 100 штук, стали менее эффективны, чем те, которые за трешку, потому что у них вероятность попадания больше, чем 6%. И про это вообще вся наша война, что смотрите, сложные вещи не работают, а простые работают. Так получилось. Против любой сложной современной вещи, РЭП, еще что-то, и смогли это преодолеть. Либо очень дорого, как там ракеты Storm Shadow слишком дорогие, например, оказались. А при этом кап, не стоит ничего, крылышки, тупая бомба, бум, все. Вот как интересно получается. Вот при всем нашем современном вот этом мире самая простая работа, это сложная не очень в данной ситуации. И то же самое, вот я сегодня начал этот выпуск с чего? Майкрософта полетела какая-то система киберзащиты, и из-за этого уже не летают самолеты. Но я уверен, что если вы сейчас сядете на, не знаю, свой драндулет, автомобиль Волга ГАЗ-24, он поедет, потому что в ней нет бортового компьютера от Майкрософта. Вот до чего мы дошли. До какого лоутека мы сейчас, куда мы сейчас двигаемся. И опять, главная фраза, которая мне кажется, из этого доклада я вынес, нет доктринального ответа. То есть, мы технологии напридумывали, а как их применить, мы пока не придумали. И, кстати, про это говорится тоже, что вот воинские части, которые уходили на тренировки, готовясь к наступлению, они просто не успевали обучиться. Поэтому тогда, помните, как Зеленский долго тянул с этим контрнаступлением, они успевали обучить. Не успевало не только оружие подойти, но и обучить людей. Дальше, кстати, указаны, это все указано как недостаток для западников, что они слишком медленно думали, что они смогли мобилизовать свою промышленность. Мол, россияне смогли, россияне уже с лета 22-го года, проиграв битву за Киев, Сумы, и за Харьков, и за Николаев, они начали переводить свою промышленность на военные рельсы, а Евросоюз опоздался. Это написано в этом докладе. Точно так же мобилизация. Мобилизацию уже провели россияне, Европа еще не расчехлилась, как говорится. Тоже важный фактор. Но и есть ошибки, указанные украинского командования. Ошибками украинского командования признано, например, то, что солдаты, которых отправляли на штурм, это были менее подготовлены. Более подготовленных держали в тылу, менее подготовленных отправляли вперед. Но, видимо, чтобы более подготовленные потом зашли в образовавшиеся прорехи. Но эти прорехи не удалось образовать. Там фронт наступления, все время сужался, сужался. Начиналось с одной ширины, потом 30 километров, потом вообще прорыв был в работе, но это уже 10 километров шириной. И тогда нас накрывали с флангов. Но это я оставлю военным, потому что про это много, там страниц 20 из этого доклада. Это подробное, вот прямо описание. Буквально мне ощущение было, когда я читал, что описывают метр за метром, как наши шли, снаряд за снарядом, как прилетало, там на уровне, вот здесь у нас было 7 авиабомб управляемых, а здесь 20 авиабомб. Здесь столько снарядов, в час мы выпускали, здесь столько. Очень классное описание, но не хочу углубляться, чтобы вам тоже мозги не компостировать. Ну, кстати, еще один зафиксированный этим самым докладом факт интересный. Это простой такой факт о том, что действительно российские войска были полностью разбиты под Киевом, Харьковом. И вот эти сказки Путина не должны работать больше, потому что любой уважающийся западный человек, он, конечно, будет слушать. Не то, что Путин рассказывает, что, мол, мы там отступили из-под Киева, потому что нас попросили, всю эту чушь никто слушать не будет. Вот вам доклад Королевского института, хоть он и называется Руси, но института, которому 193 года, то есть который постарше, чем Путин, раза в три. И этот институт прямо говорит, россияне допустили, и дальше перечислены ошибки при нападении 22 года, что они отправили войска спецназначения вместо обычных войсковых, общевойсковых соединений на все вот это вот, что они не смогли обеспечить логистику, что мы отрезали им логистику эту, и что мы так стали их громить, что они вынуждены были бежать, просто бежать. Еще одна ошибка, кстати, нашего командования при контрнаступлении считается следующее, что наши ввели расчеты с того, что если мы прорвем фронт, то русские разбегутся. Как они разбегались, разбежались под Харьковом? Мы там прорвали фронт, и они разбежались, а здесь не разбежались. Здесь они успели мобилизовать свои другие части, 100 тысяч человек примерно, и постоянно затыкали дыру. Каждый день приходилось штурмовать за дно. Прорыв, они заткнули дыру, новый штурм. Прорыв, заткнули дыру, новый штурм. Вот такая вот история. Но, что дальше там? Что дальше там? Дальше указывается, чем мы занимаемся, собственно говоря, сейчас, и чем нам надо заниматься, потому что есть выводы из этого всего доклада, есть ценнейшие выводы. Вообще всем рекомендую, он просто сложно читать, он по-английски, зараза, и большой. Ну, что делать? Что сейчас, вот тут я, кстати, мне кажется, схватил дзен того, чем занимается сейчас наша армия. Сейчас у нас называется damage-centric approach. То есть, сейчас в центре нашей войны нанесение максимального ущерба России. Максимального ущерба России россиянам. Нет сейчас цели у наших войск отвоевывать какие-то квадратные километры. Мало того, то, что мы уступили там квадратный километр, там пять квадратных километров. Важно только одно, цена, которую Россия за этот квадратный километр заплатила. Например, в истории со взятием Авдеевки, важно не то, что мы потеряли Авдеевку, а то, что россияне положили там 25 тысяч человек. Как и в истории с Бахмутом. Важно не то, что они взяли Бахмут, или мы его потеряли, а то, что они положили там 50 тысяч человек. И вот каждый день, когда мы наносим ущерб российской армии, это и есть цель нашей войны сейчас. Уничтожить постепенно российскую военную машину. И тут, я перекликаюсь в своем вчерашнем видео, там иконамист подробно написал, ребята, что действительно это удается. То есть, мы раньше там, иконамист пишут, но раньше, мол, о чем вообще было, о чем вообще можно было мечтать, дескать, как можно было сопротивляться огромной России, второй армии мира и так далее. А сейчас стало ясно, что нет. Я думаю, что если бы этот же институт писал доклад, вот я сейчас за них напишу, а в следующем году мы почитаем. Кратко пересказываю доклад, который еще не написал. Предварительные уроки провала российского наступления на Харьков в 2024 году. И выяснится, что у россиян просто ничего за душой нет. Слабо мотивированные войска, пусть и достаточно многочисленные, их-то не отправляют на тренировку в Англию, их норвежские инструкторы НАТО не готовят. Их готовят вот эти тупоголовые русские генералы. Понимаете? В основном бухать их готовят. Дальше. Танки старые, артиллерия старая, никакой точность попадания там не 70% и не 6%, потому что стволы старые, это все, это не мое мнение, это все вчерашний иконамист. Я как бы преобразовываю в формат вот этого доклада. Поэтому, если верить иконамисту, совместить данные иконамиста с данными этого доклада, то сейчас вот логичная, логичная получается стратегия этой войны, это перемалывание русской армии, которая пытается одновременно с 18 направлений нас атаковать. Потому что у них все кончается. В смысле, ну, про этот рассказ вы можете послушать вчера. Еще интересно, кстати, отсюда же. Another line of effort for infilitating damage on Russia is the use of information operation to reduce Russian confidence in the ruble and to take measures to drive up inflation. То есть, одним из видов усилий является не только то, что мы наносим ущерб на поле боя, но и то, что мы должны информационные операции проводить против российского рубля, чтобы вызывать инфляцию, чтобы падало доверие к рублю. Вот тут-то хомяк, я думаю, нам и поможет. Хомяк с его тэпать хомяка. Почему они так боятся, что россияне стали тэпать хомяка? Потому что когда тэпаешь хомяка, вот этого вот, про которого я говорил в начале выпуска... Кстати, я давно не просил вас подписаться. Подождите, подождите. Подпишитесь на канал Шательман, пожалуйста. Подпишитесь. 460 тысяч подписчиков это хорошо, но очень мало. У хомяка больше. Я теперь соревнуюсь с хомяком. У него 30 с лишним миллионов. За 160 видео, которые он выложил, за сколько там, за полгода у него 30 с лишним миллионов. Я очень хочу победить хомяка. Хотя бы хомяка. А то мы уже до мышей. Ну, пожалуйста, подпишитесь на канал Шательман, поставьте лайк. Так вот, хомяк, это ведь страшное оружие. Потому что хомяк заставляет россиян верить в криптовалюты, которые ему выпадают из зада хомяка, когда он тэпает, и переставать верить в российский рубль. Поэтому, когда мы говорим, там, упал рубль или что-то с ним произошло, это нам важно. И вообще, финансовые проблемы России нам важны. И то, что у них бюджет заканчивается, и у них дефицит бюджета, это важно. И поэтому именно там Греф Набиулина военные преступники, потому что они помогают удержать вот эту всю, как-то удерживать инфляцию, как-то удерживать финансовое состояние, все эти их силуановы, все, кто занимается экономикой, безусловно, и военные преступники, и такие же убийцы украинцев, как и непосредственно военных. Вот об этом пишет уже этот институт. О том, что мы должны дискредитировать российскую экономику. Но этим канал Штальман постоянно занимается. Еще третье, что нужно делать сейчас, это прерывать поставки глобальные global supply chains that allow Russia to sustain the war. Значит, этим должны заниматься западные санкции, и они этим занимаются. То есть мы на поле боя постепенно уничтожаем их технику и их людей. Значит, мы информационно, это я и мои коллеги, и все, кто может, и еще много информационного сопротивления, пытаемся вселять панику в россиян разными способами. И третье, это запад, роль запада, которая, которая должна обрезать им цепочки поставок и цепочки продажи нефтегаза, потому что за счет этого они, как пишут, нанимают людей на эту войну. Бояйн тайм инслуаршин форс экспэншен are ways to support the regeneration of offensive combat power. Вот так вот, в общем, к такому выводу приходит наш доклад. Ну что, теперь мне, по крайней мере, благодаря тому, что есть этот доклад, благодаря тому, что я его прочитал, мне будет проще ориентироваться в этом нелегком мире металла, танков, самолетов, ракет и того, куда мы идем на этой войне и каковы наши цели. Каждый следующий день это выигрыш для нас. Каждый день, который мы продержались, это мы получили определенное преимущество. Вот и все. Вы не поверите, оказывается, не я один прочитал этот самый доклад. Да. Оказывается, генерал Каволи, Каволи, Кристофер Каволи, командующий Объединенных сил НАТО в Европе, тоже его прочитал. Потому что, вот я закончил записывать прошлый фрагмент, пошел посмотреть, что там у нас вообще на войне, чтобы вам рассказать. И выяснил, что во время дискуссии в Аспен-институте этот самый генерал Каволи сказал, что оказывается, Украина сейчас имеет замечательную стратегию введения войны против Российской Федерации. Да, ход войны будет зависеть от способности генерировать силу, в частности, от того, какая страна, извините, сможет накапливать качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока есть окно возможностей. Украинцы, говорит Каволи, сейчас генерируют такую силу и умело выстраивать свою стратегию. В течение последних нескольких месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и Юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому я считаю, что у них замечательная стратегия и ключевые слова золотые, как Шательман сказал в прошлом куске, это лишь вопрос продолжения ее выполнения. Ключевая часть при этом генерации сил для Украины зависит, по словам Каволи, от стран ЕС и НАТО, это потребует от нас докопления производства, большего количества техники, чем мы думали, чем, возможно, мы думали два года назад. Ну, а дальше он уже рассказывает о том, что результат боевых действий в Украине является жизненно важным для будущего европейской и мировой безопасности. Мир не должен питать никаких иллюзий по поводу завершения войны в Украине, то есть она будет продолжаться. В конце конфликта в Украине, как бы он не закончился, будем иметь очень большую проблему с Россией, получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее будут возглавлять преимущественно те же люди, что и сейчас, и Россия, которая убеждена, что мы, то есть НАТО и цивилизация, противник, а также очень-очень разъяренная. Ну, вот тут я не соглашусь с кого ли, я считаю, что довести истории надо до конца, и Россию все-таки как государство уничтожает. Ну, все, хватит уже, нельзя. Слушайте, гитлеровскую Германию никто не стал сохранять после победы над ней. Ну, и вот конкретно на фронте 877 день, 980 россиян выведено из строя, кстати, обидно, 20 не дотянули до 1000, я так хвастался, что каждый день у нас есть 1000, 5 танков, 19 БТРов и 55 артиллерийских орудий, вот того самого ценного ресурса, которого так не хватает россиянам, которого так не хватает россиянам. Авиация Национальной Гвардии нашей за неделю поразила 6 ротных опорных пунктов противника, выполнено 30 боевых вылетов, нанесено поражение по живой силе противника 23 раза, поражено 6 ротных опорных пунктов, 14 мест для укрытия и эвакуации личного состава. Ну, а россияне продолжают, естественно, свое грязное дело, продолжают, вот они это, как мы информационно пытаемся рубль обвалить, а они пытаются наше настроение украинцев, так сказать, ввести в нас пораженчество через удары по тылам у гражданским лицам. Вот только что, уже сегодня утром, в пятницу, 19 июля, они обстреляли градами Белозеровку в Херсонской области, убили двух женщин, 72-летняя, местная жительница, в частности, погибла в собственном доме, две местные жительницы погибли всего, и по Херсону сбросили они бомбу прямо на скорую помощь в городе Херсон, и там ранены два наших медика. Но я почему-то думаю, что мы будем держаться, у нас как бы, как говорит, кого ли выбора-то нет. Я понимаю, ни к чему разговоры, я не хочу с тобой ссоры. Веришь? Больше знаешь? Можно слететь, улететь, налетаться, может уйти, либо остаться. Но ты же таешь. Так пела Земфира про снег, а мы сегодня полностью ровно эту песню можем повторить про Джо Байдена. Потому что он может уйти, либо остаться. Никто с ним не хочет ссоры, но он верит, что больше знает. Он может слететь, улететь, налетаться, но он же тает. Тает на глазах, буквально. Тает на глазах его рейтинг. Большие проблемы сейчас у Джо Байдена. И уже очень многие в общем назначили Трампа победителем. Чего уж там. А чем больше людей назначают Трампа победителем, тем больше он еще зарабатывает, потому что естественно к нему переходят и спонсоры, и кто угодно, рассчитывая на будущее какие-то политики. Так что это такой снежный ком. Проблема образовалась у нас снежного кома вокруг кандидатуры Трампа из-за того, что с Байденом все не очень, прямо скажем, хорошо. Уже дошло до того, что Барак Обама вместо того бросил российские подъезды. Он же раньше последние 12 лет выполнял спецоперацию, гадил в российских подъездах. Но вот вместо этого пошел и обратился к Байдену с такими осторожными, но по сути призывами тоже уйти и не выдвигаться на второй срок. То же самое сделал и Нэнси Пелоси. То есть прямо расшатался весь истеблишмент. Расшатался, разгулялся весь истеблишмент морской. Это я только что написал песню, потом напишу продолжение. Статья в... Где это было? Господи, Нью-Йорк Таймс, по-моему, Нью-Йорк Таймс, да? Которая называется Байден called more receptive to hearing please to step aside. The president has given no indication that he is changing his mind about staying in the race, but he is said to be more willing to listen to the case for bowing out. То есть, да, пока еще Байден не согласился уйти, не согласился снять свою кандидатуру, но, как пишут, Нью-Йорк Таймс, стал прислушиваться к тому, что ему об этом говорят, его назвают более восприимчивым к просьбам уйти в отставку, он более охотно выслушивает доводы в пользу этого самого отказа. По словам демократов, да, при этом Байден не высказывал признаков того, что меняет свое мнение, но готов выслушать, например, сводку новых тревожных данных опросов. Раньше он не был готов к этому, это рассказывают разные демократы, приближенные к Байдену, и он выслушивает стратегии того, ему сейчас представляют стратегии того, как могла бы победить на выборах Камала Харрис. Я не знаю, что это за стратегия, не мое дело, меня туда политтехнологам не нанимали, но Байден готов об этом слушать. Байден, по крайней мере, в частном порядке занимает более открытую позицию, когда он обрушился с критикой на ряд демократов, которые просили его уйти в отставку. Дальше, что описание появилось после того, как сенатор Чак Шумер и члены Палаты представителей Хаким Джефферс, Джефферс, два ведущих демократа в Конгрессе в частном порядке заявили Байду на прошлой неделе, что члены Палаты глубоко обеспокоены его шансами в ноябре и судьбой кандидатов в Палату представителей и Сенат. То есть сенаторы и конгрессмены говорят, ага, то есть вы пойдете проигрывать, потому что вы как бы сейчас не очень в себе и не очень понимаете, что творите, а мы проиграем наши места в Конгрессе и Сенате останемся безработными, говорят сенаторы и конгрессмены от республиканской партии. И они правы. Поэтому они сегодня с такой силой давят на Байдена. Президент, правда, ответил этим ребятам, что, дескать, не-не-не, я кандидат от партии, вообще даже не парьтесь, собираюсь провести свою 100-дневную программу помощи работающим семьям. А, да, ответили ему демократы из Конгресса. Сегодня Байден ночью выдал опять фортель, назвал своего министра обороны этим черным парнем. Даже не мог вспомнить, как зовут этого черного парня. Я тоже не помню, но я же не Байден. Ну, что я помню, Остин его зовут. Фух. В общем, в результате Шрумер и Джеффрис, вот эти двое ребят из Нью-Йорка, они убедили демократическую партию пока отложить выдвижение Байдена. Потому что был уже проект того, что прямо сегодня начнется выдвижение через какой-то у них там есть механизм, господи, онлайн-опроса, ну, где они опрашивают вот этих, выдвиженцев съезда, я так понимаю, и вот этот механизм собирались задействовать, но решили, что нет, что этого не будет. И, значит, решили, что вся эта история откладывается с начала августа. История с выдвижением. Так, что еще? Кастотрафическое выступление Байдена на дебатах, но это мы знаем. Еще большего беспокойства у демократов вызывают данные, которые они получили в последние дни. Которые показывают степень политического ущерба, который может быть нанесен действующим членам партии в результате продолжения поддержки Байдена. То есть, вы поддерживаете Байдена, мы идем за вами, называется. Те люди, которые поддерживают Байдена, сейчас, публично, могут потерять свои места в Сенате и Конгрессе, потому что избирателям это не нравится. Насколько не нравится, я вам скажу. Только 18% тех, а, не 18% избирателей Америки всего лишь, считают, что Байден ментально готов к работе президента. И только 36%, то есть, только чуть больше трети, из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, считают, что он готов исполнять обязанности президента. Ну, типа, если это не тревожный сигнал, то я не знаю, как тогда выглядит тревожный сигнал. Если это не красная кнопка, то что тогда красная кнопка? Байден сказал, что если мне врачи скажут, что я болен, то я как бы не буду выдвигаться. Но не врачи же собираются его избирать, а избиратели. И вот, что про эти 18% сказано, сейчас скажу. Они считают, что То есть, что он ментально здоров, по-русски говоря, психически здоров. То есть, только 18% избирателей в Америке считают, что Байден психически здоров и готов исполнять обязанности президента во второй срок. Так себе, честно говоря, ситуация. Ну, и еще говорят, что это уже приближенные Байдена заявили Many of us are perplexed that he continues to say he is either tired or winning in the polls. Тает, а не tired, извините. Короче, Байден по-прежнему уверяет всех, что он либо лидирует в вопросах, либо в ничью с Трампом. Но, как говорят оттуда, из этих близких кругов, мне звонили из эстеблишмента американского, we don't understand what factual universe that is coming from. То есть, мы, говорит, не понимаем, в какой такой вселенной живет господин Байден. Так? Так говорят его приближенные. Я не собираюсь вмешиваться в эти самые. Я подскажу единственное этим демократам приближенным, что, возможно, он живет вселенной хомяка, комбат-хомяка, которого надо тапать. Может быть, сидит себе человек, тапает комбат-хомяка и уверен, что это и есть победа в войне. Тапнул сто раз, война выиграна. Но, боюсь, что в реальности это не так. Но мой прогноз остается тем, который, помните, я сделал. Байден снимется с выборов. Он не пойдет избираться. Это мой прогноз. Запомните этот твит. Поставьте сейчас лайк, подпишитесь на канал Шательман, чтобы не пропустить развязку этого сюжета. Подпишитесь, иначе как вы потом будете мне писать, а, Шательман опять все наврал, все придумал, совершенно неправ оказался. Или как вы, наоборот, будете писать, а, Шательман, оказывается, гений политтехнологий, все знал заранее. Вот это человечище, мозг, мега мозг, всегда теперь буду только его смотреть. Вот это скоро определится, уже в начале августа. Поэтому подпишитесь на канал Шательман и поставьте лайк этому видео. Ну, у них свой президент, а у нас-то своя будет. Мы-то теперь европейцы, будущие члены Евросоюза, кандидаты, ближайший кандидат номер один в Евросоюз. Это мы, Раина. И у нас президент теперь Урсула фон дер Ляйен, потому что она вчера выбрана на второй срок президентом Европейской комиссии. Голосование проходило в Европарламенте. Тоже у нее не было 100% поддержки вообще. Никто не был уверен на 100%, поэтому она поехала, билась там до конца, получила 401 голос депутатов Европарламента. Против нее проголосовало 284. 15 воздержались, 7 голосов недействительные. Для избрания нужен был 361 голос. То есть прошли мы на тоненького, вместо 361 набрали 401. Голосование было при этом тайным, поэтому мы не совсем знаем, кто и как голосовал. Представители левых предлагали отложить голосование, сославшись на решение суда Евросоюза, чего-то там, неправильно вакцину закупало против коронавируса. Но, видимо, позвонили из Госдепа, сказали, у нас коронавирус сейчас хороший. О, чуть не пошутил плохо, не буду так шутить. Вот. Своей предыборной программе, как вы знаете, в частности, я не буду рассказывать, какие реформы в области рыболовли и так далее, предлагает Еврокомиссар, в смысле, новая президент Еврокомиссии Руслова фандерляйен, новая молодая президент Еврокомиссии. Но скажу другое, что она придумала учредить должность министра обороны Евросоюза, ну, Еврокомиссара по обороне, а значит, наконец-то, будет отдельная оборонная политика, и мы ее интегрируем вот во все остальное, а это означает, что будут, как вам сказать, наконец-то найдется орган, который будет синхронизировать производство вооружений по всей Европе, выделение средств, логистику, прирост этой самой оборонной промышленности, льготы какие-то для оборонной промышленности, все мы это получим. Как сказал один хороший мне человек, который в этом во всем разбирается, понимаешь, говорит Майкл, когда мы, Европа, увеличиваем военное производство на 1% ВВП, 1, то россияне должны увеличить на 15% ВВП, а у них весь бюджет 30% ВВП, то есть мы увеличили на 1%, они должны полбюджета отправить на военное производство своего, российского, мы увеличили на 2%, они должны весь бюджет отправить, а у них уже полбюджета на войну идет, то есть у них как бы нет. То есть увеличив на 1%, всего лишь на 1% военное производство в Евросоюзе, мы полностью обанкротим Россию. Полностью обанкротим вообще, в смысле все будет ноль денег, в бюджете 100% будет уходить на войну. Красиво, я считаю, что красиво, поэтому верим в СУ, верим в Русулу Фон дер Ляйен, как в нашего ближайшего союзника. Географическим центром внимания на этой неделе был Крым. Но я на канале Штельман молчал, всю неделю собирал эти новости в одну такую длинную колбасу, сейчас всю эту колбасу вам и выдам, как говорится, да, не за колбасой мы сюда приехали на канал Штельмана с новостями, скажете вы, но вы подпишитесь на канал Штельман, получите и колбасу, и новости, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Итак, начинаем с того, что Киев, то есть Украина предупредила Беларусь о последствиях из-за соглашений с оккупантами из Крыма. Значит, Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными властями Крыма, заявив, что это является демонстрацией признания российской оккупации. Заместитель министра иностранных дел Сибига пишет, украинской стороне известно как минимум о семи договорах или договорах, тут уж кому как лучше, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными властями в Крыму. Город Витебск в июне и Витебская область заключили соглашение с оккупационными властями городов украинского Крыма Симферополя и Феодосия. А Витебск это то, где проходил бразильский карнавал вот это, да? То есть они решили этот экспорт бразильского карнавала в оккупированный Симферополь что ли производить? Но там под ракетами бразильцы много не натанцуют. А также, значит, заключили договор с так называемым Советом Министров оккупированного Крыма и Сакским районам полуострова. Подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебска временно оккупированная территория Крым. О как! Все факты противоправных действий которые представляют угрозу суверенитета территории СССР Украины фиксируются правоохранительными органами. В общем, всем будет циктым и вы поняли, да? Каждому белорусу, который примет участие в этом. Кстати, дорогие зрители из Беларуси, пожалуйста, не надо работать в свободной экономической зоне Витебск временно оккупированная территория Крым, потому что вы будете после войны соответственно отбывать тюремное заключение в Украине за такое нарушение. Каждое преступное действие против украинского государства и территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, которые преднебрегают международным правом, подчеркнул МИД Украины, но не только для субъектов, но и для субъектов в смысле для каждого конкретного человека. В России решили усилить, так сказать, усилить русское влияние в Крыму, куда уж больше, но решили усилить все равно. Так как последний корабль на этой неделе Севастополь покинул, я вам об этом отчитывался, что русского флота больше в Севастополе нет, и если у катера есть, а кораблей больше немает, все, Зеузы кончились, Нигмар, нету больше ни одного корабля, и поэтому они решили вместо кораблей отправить туда героя СВО, так называемого. Герой СВО Сергей нет, не Сергей Колякин, Юрий Нимченко. Вот. Значит, новыми представителями аннексированного Крыма в Совете Федерации России станут шахматист, гроссмейстер Сергей Корякин и участник войны в Украине Юрий Нимченко. Вот так вот. Значит, Юрий Нимченко это участник войны, военнослужащего 126-й отдельной гвардейской бригады береговой охраны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Он теперь сенатор в России. Второй сенатор, а вот со вторым сенатор, это понятно, они решили, что у них будет этот самый, да. Экипаж под командой Нимченко уничтожил 9 украинских танков, 3 БТРа, 124 Ф-16 и 840 батарей Патриот. Это мы про него знаем. Скорее всего, опять-таки, просто ограбил 144 дома, но чем еще может знаменит такой человек, как Нимченко. А вот второй персонаж этой драмы Сергей Корякин, действительно, гроссмейстер российский, он даже, по-моему, играл в матче за звание чемпиона мира по какой-то из версий. Вот после такого, что их гроссмейстер вот так, хотелось бы все-таки наконец исключить всех российских шахматистов из всех международных соревнований, а то они под нейтральным флагом до сих пор выступают, пока один из них уже стал членом Совета Федерации от оккупированного Крыма. Слава Богу, с олимпийцами разобрались, их всего 15 рыл поедет на Олимпиаду в Париж, и мы их всех еще будем отлавливать, смотреть их лайки. Всю Олимпиаду смотрите не только на то, как наши выигрывают золотые медали, но и как россияне, не дай бог, ставят какие-то лайки Путину и так далее и всей истории. Ну и наконец, в Севастополе, оккупированном Севастополе были графики отключения света. Света не будет 12 часов в сутки. Отключение отключать будут каждые 2 часа, то есть 2 часа включили, на 2 часа отключили. Так рассказывает этот самый оккупационный гауляйтер Севастополя Развожжаев. При этом одновременно, значит, тут мы постепенно движемся географически из Крыма уже в Россию. В Ростове-на-Дону, Батайске, Азове и других городах Ростовской области тоже отключение электричества из-за перегрузки высоковольтных линий. Вчера кадры гуляли смешные, как вот в этом городе, я забыл, как он называется, господи, где аэродром у них, у русских, где они любят на военных самолетах врезаться в жилые дома, у них такое хобби Ейск, Ейск, вот. А потом местные жители благодарят летчиков за то, что они успели катапультироваться перед тем, как убили местных мирных жителей. Так вот, в Ейске у них там молнии постоянно идут от высоковольтных линий, потому что не выдерживают линии электропередач. Система отключения задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время произойдет отключение, невозможно, сказали местные власти. Все это для сохранения целостности, энергосистемы и так далее, и так далее, и так далее. В общем, у нас-то все уже, мы все это уже проходили, этот график отключения, мы у нас, у нас уже есть график, мы составим, мы знаем, как с этим жить, как с этим работать. Для россиян и для тех россиян, которые приехали в качестве оккупантов в Крым, и для россиян из Ростова, Батайска, Азова, это все новость, но постепенно, поверьте, в России это будет распространяться на всю территорию Российской Федерации. Вот это дефицит электроэнергии, потому что мы выбиваем тоже тепловую генерацию по чуть-чуть, выбиваем им трансформаторы, разрушаем их систему, это же после нашего удара беспилотниками массированного по Ростовской области все случилось. Мы это повыбивали, из-за этого не попадали, мы попадали в сопутствующие, да, в сопутствующие приборчики, а у них накрылась атомная станция. Сейчас уже есть слухи, что вроде бы радиоактивный выброс из Ростова идет туда в центр России, но это не знаю, это слухи, это не ко мне. Мы туда не били, это у них просто плохо все работает. Мы тут не при чем. Но Путин, на что настоящих виновников, прям сам лично выступил, говорит, что оказывается, оказывается, все это потому, что, сейчас я вам скажу, потому что хомяка тапают россияне, постоянно тапают хомяка. И Путин говорит, сколько вы можете тапать хомяка? Из-за того, что вы тапаете хомяка, в Севастополе мы отключили электроэнергию, в Ростове отключили электроэнергию, по всему югу отключили электроэнергию, аэропорты у нас не работают, потому что россияне тапают, как не в себя, этого хомяка, как будто последний день, как будто это их последний хомяк. здесь нужно принять правильные современные решения в том числе системные на уровне федерального закона это он кстати не про хомяка уже давал поручение урегулировать майнинг цифровых валют в России включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения о как, то есть виноват майнинг криптовалют а чем занимается хомяк выдает криптовалюту хомяки то выдают криптовалюту россиян так что Путин нашел виноватого во всем виноват хомяк все пожрал проклятый хомяк говорил советский анекдот и теперь мы знаем, что пожрал он уже не только урожай зерновых, но и всю электроэнергию юга Российской Федерации все пожрал проклятый хамстер комбат и в заключении сегодняшнего выпуска пока вы так с чувством, с толком с оттяжечкой такой ставите мне лайк подписывайтесь на канал Шетельман особенно если вы смотрели это видео не на канале Шетельман и не знаете и боитесь пропустить следующие выпуски просто перейдите в описании, есть ссылка написано подпишись на канал собака Шетельман нажимаете вот на эту собаку Шетельман попадаете уже на сам канал Шетельман и кликаете подписаться так вот пока вы все это делаете я расскажу вам про хороших и плохих русских точнее про одного хорошего русского который написал книгу про плохих русских точнее про хорошего русского который написал книгу, которая так и называется вот кстати не имею возможности даже вынести это в заголовок потому что за такую фразу, знаете ли, плохие русские Ютуб там не разрешит но рассказать об этом можно так называют вот это кстати пример цензуры книгу написать можно автор пишет такую книгу а рассказать о ней как бы нельзя на Ютубе ее как бы не существует вот это пример ужасной цензуры мне кажется социальных сетей ужасная цензура в общем Антон Долин известный кинокритик человек который сразу в день начала войны покинул Российскую Федерацию ушел из государственного журнала кино искусство кино и так далее то есть реально наверное один из тех кто много от чего отказался человек который выступал на первом канале телевидения вот тут отказался от всего написал книгу о том как кино российское путинское кино ну не знаю чем эта книга но типа как это кино влияло или не влияло на то чтобы сделать из россиян вот этих вот с которыми мы имеем сейчас дело на фронте как так получилось что кругом враги а в России традиционные ценности плохие русские кино от брата до слова пацана так называется полностью эта книга какие ценности транслирует популярное российское кино какие мифы и скрепы создает и как учит любить президента книга не о пропагандистском кино а о по настоящим популярных фильмах то есть не о всякой вот прям совсем уж там ерундент и некоторых сериалах в свое время собиравших у электронов миллионы людей и большинство из них многие видели в том числе украинцы многие вероятно даже пересматривали а некоторые даже цитируют и вот я сначала зачитаю быстро обзор какие фильмы вошли в этот обзор а потом зачитаю цитату самого Антона Долина о чем эта книга как говорится то есть книги которые обсуждаются в этом в этой господи фильмы которые обсуждаются в этой книге которые по мнению Антона Долина видимо повлияли на формирование вот этого современного россиянина делятся на категории категория менты и бандиты туда входит бригада сериал многие видели правда же кто знал тогда что из этих четверых героев трое окажутся фантастиками ну начиная с этого безрукого и а один пчел оказался кстати нашим пацаном против войны бумер там я честно говоря не помню сильно кто играл груз 200 опять таки из актеров в грузе 200 есть антивоенный настоящий актер Сергей Руков по моему фамилию я забыл как его зовут но не важно в Канаде живет из раздела городские фэнтези дозоры и притяжение притяжение не смотрел а вот в дозорах главную роль играл Хабенский который последнее время с Путиным ездят по митингам и топят за власть ну в театре естественно тоже дальше раздел переосмысления истории сибирский цирюльник и союз спасения экранизации Бориса Акунина ну а экранизации книг Бориса Акунина по поводу экранизации книг Бориса Акунина страшно вспомнить что в книгах этого экстремиста и террориста Бориса Акунина знаменитейшего на весь мир террориста снимались такие люди как Михалков и Меншиков подписавший договор с российской прокуратурой интересно а в этом договоре Меншиков написал что теперь надо ловить автор сценария фильма, в котором он сыграл главную роль. Ностальгия по эпохе застой. Он теперь Стиляги, Высоцкий, Девятая рота. Кстати, главный герой Девятой роты, его играл Смольянинов, и вот он уже как раз-таки вполне себе в цивилизованных людях, в хороших русских. Да, ну правда снимал и Бондарчук, который сейчас там занимается русской пропагандой. И не только пропагандой, кстати. Хиты новогоднего проката, возвращение иронии судьбы и Ёлки. Это интересно, а почему он не включил Служебный роман 2? Там Зеленский в главной роли. Это я так, не мог не укусить. До 14-го года снималось, если что. Кино о войне, звезда, Брестская крепость, Утомленный солнцем 2. Ну там опять, скажу, что у Михалков нечего сказать. И еще один, кстати, скрепный актер в Брестской крепости, в главной роли играл Деревянку. Деревянку тоже теперь по оккупированным территориям нашим разъезжает. Фильм о катастрофе, метро, экипаж Чернобыль. Ну там не вспомню, где эти люди сегодня. Новые русские комедии, самый лучший фильм, наша Раша горькая. Тоже не вспомню. Сказки Чебурашка и последний богатырь. В Чебурашке главную роль играет Гармаш, который во время оккупации Херсона приехал в оккупационном театре работать гауляйтером оккупированного Херсонского театра. Ну и вот, что пишет по поводу этой своей работы, этой своей книги, обзора этих фильмов Антон Долин сам в своем фейсбуке. Просто коротко зачитаю, сразу скажу, что то, что я пропущу, у него там есть благодарности разным людям, которым помогали. Я, естественно, это пропущу. Этот день настал. Сегодня я представляю вам результат работы, растянувшейся почти на полтора года. Не уверен, что в моей жизни бывали работы важнее и ответственнее. Моя новая книга называется «Плохие русские кино. От брата до слова пацана» и рассказывает о коммерческом кинематографе России при Путине. О том, как блокбастеры влюбили россиян в мечту об империи. Пестовали ностальгию по СССР, помогали разжечь стенофобию и агрессию, способствовали построению репрессивной системы, ассистировали в разжигании войны. Это не кинокритическое исследование. Кинокритик больше интересуется эстетикой, чем этикой или политикой. Раз фильм хороший, то ему все можно. А что, если фильм служит осознанно или нет злу? Достаточно ли этого, чтобы объявить его плохим? Те, кто не считает войну, репрессии и цензуру злом, к диалогу не приглашаются, пишет Долин. В остальном мне бесконечно интересны любые читательские впечатления. Так, 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 очень хочу обсудить с вами эту мою работу, поспорить, но только с теми, кто прочитает книгу. Извините, но голословный обмен взаимными оскорблениями на это сил не осталось. У меня в этом году юбилей, 20 лет с выхода моей первой книги о Ларсе фон Триере, который, кстати, Ларс фон Триер, кто не помнит, осудил премьер-министра Дании за то, что она выделила нам самолеты Ф-16. Словами «русская кровь тоже имеет значение». Да, прям так написал Ларс фон Триер. Пару дней назад, пишет Долин, меня накрыла ужасная мысль. Впервые я написал книгу, рожденную не любовью к материалу, а чем-то совсем иным. Надеюсь, не ненавистью, а жгучим чувством справедливости. Два слова о названии. Плохие русские – просто штамп голливудского кино времен Холодной войны. Но многим так нравится чувствовать себя плохими в глазах мира, что они заигрались. Нынешняя катастрофа стала результатом. Разумеется, никаких плохих и хороших русских, как и других народов, не бывает. Однако мир, который я исследую, не я, Антон Долин, находится на границе между реальностью и кинематографической фантазией. В нем бывает и не такое. Мне кажется, что весь сегодняшний выпуск, благодаря Хомяку и другим событиям, был посвящен границе между реальностью и фантазиями. Советую всем оказаться на стороне реальности. Поставьте лайк, подписка. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok